МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости в студии Елена Солонина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске смотрите. 17 задержанных крымчан. Новая волна обысков на полуострове. Торги за Крым. Как Чехия отреагировала на заявление своего президента Милоша Зимана? Санкции не помехам. Обеспечивает ли Майкрософт своей продукцией полуостров? 17 задержанных. Очередная волна обысков прошла в Бахчисарай. С самого утра ФСБшники оцепили дома шести крымских татар. Им ввиняют участие в запрещенной российскими властями организации Хизбут-Тахрир. Еще силовики увезли 11 человек, которые снимали происходящее на видео. По сообщениям активистов, двое из них – журналисты. Во время задержания между крымскими татарами и российским ОМОНом произошли столкновения. Подробнее об очередной волне репрессий Кремля расскажет Эннан Булатов. 6 утра. Под многоквартирным домом, где живет крымско-татарская семья Салиевых, уже стоит оцепление. К Сирану Салиеву пришли с обыском российские правоохранители якобы из-за того, что он состоит в террористической организации. Соседи и активисты снимают все происходящее на видео. Ну, вообще, нечего рассказать, потому что я только приехал, я смотрю, что туда не заедешь, там все закрыли вон. То есть, вот стоим здесь на полянке, как говорится, люди вот оттягиваются, а что там происходит, неизвестно. Сотрудников правоохранительных органов, всех рангов, всех типов, полов, возрастов, наверное, больше, чем когда-либо мы видели вообще на задержаниях и на обысках в Крыму. Оглашают о запретности проведения несанкционированных митингов. А это дом Тимура Ибрагимова. Он три дня назад забрал супругу с роддома. Его ребенку всего 10 дней. Во время обыска малыш был в доме и еще четверо старших детей крымчанина. Все они стали свидетелями задержания отца. Весь дом перевели, как всегда, как свиньи зашли в обуви. При просьбе снять обувь отказались. Здесь понятые были, что еще хочу сказать, из Подмосковья. Когда мы начали интересоваться, почему понятые из Подмосковья, на этом никто ничего не сказал. А мы, говорят, маму уже не показывать, надо только, получается, мы показали, этого хватает. Не пускают ни к нему домой, ни к соседям. Маму тоже не пускают, даже не собираются, сказали, сидите. Я больными ногами, соседи, вот стул вытащили, сижу. Тимуру вменяют участие в запрещенной российскими властями организации Хизбут-Тахрир. Всего по такому же обвинению обыски прошли в домах шести крымских татар. Всех их просто с дома принудительно увезли в управление ФСБ по Крыму. Почти все задержанные – многодетные отцы. По данным активистов, 27 детей сейчас ждут возвращения родителей. Неравнодушные крымчане приходили к домам соотечественников, дабы поддержать их в трудную минуту. Но к задержанным не допускали даже адвокатов. А людей, которые снимали видеообысков, схватили российские силовики. Крымские татары пытались помешать ОМОНу, и из-за этого начались потасовки. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Но правоохранители таки задержали 11 человек за якобы незаконную видеосъемку и участие в несанкционированном митинге. Вероятнее всего, как практика показывает, им будут сейчас вменять участие в несанкционированном митинге. Либо, ну естественно, это административное правонарушение. Либо будут задерживать на сутки, как они обычно делают, там от 10 до 15 суток. Либо же будут начислять штрафы. Российские силовики объявили о ликвидации террористической ячейки в Бахчисарае. Об этом пророссийские семьи рассказали опередив события, еще до окончания обысков. В украинском МИД осудили задержание крымских татар и призвали международное сообщество усилить давление на Россию. Энан Булатов, Новости, ЮА Крым. В Бахчисарае задержали не террористов, а несогласных граждан. Об этом заявил заместитель Меджлиса крымских татар Нариман Джилял. Он назвал обыски ФСБ политической борьбой России с несогласными людьми. Нариман Джилял сейчас с нами на связи. Нариман, приветствую вас. Скажите, что вам известно о какой обстановке в Бахчисарае сейчас? И как вы можете прокомментировать задержание? В Бахчисарае буквально должно было уже начаться рассмотрение административных дел по задержанным ребятам. Это те, которые пришли в поддержку обыскиваемых людей. Вы, как сказали в вашем сюжете, были задержаны люди, ведшие съемку, пытавшиеся что-то узнать. И участвовавшие в небольшой стычке с российскими силовиками. В Бахчисарайском районном суде в 5 часов должны были начаться суды по рассмотрению этих дел. Что касается шестерых задержанных по подозрению в участии в организации КИСБУТАКРИР, они находятся сейчас в управлении ФСБ по Крыму. Это в Синферополе на бульваре Франко. Их суды состоятся, скорее всего, завтра. Точное время пока неизвестно. По имеющейся опыту, скорее всего, к ним будет применяться мера пресечения арест. И в дальнейшем, скорее всего, их будет ожидать следствие. Потом продолжительные суды. Но пока что нет повода для оптимизма. Скорее всего, и осуждение, и арест на определенное продолжительное время. Нариман, спасибо большое. А как вы оцениваете эти задержания? Я расцениваю исключительно как политическое давление, потому что как минимум трое из шестерых задержанных, а скорее всего и все остальные, являются гражданскими активистами. Сами неоднократно приезжали к месту проведения подобных обысков, вели съемку, оказывали моральную, материальную поддержку семьям политзаключенных, осуществляли различную деятельность в рамках объединения Крымской солидарности, которая достаточно известна в Крыму и за его пределами стала. И самое главное, не боялись высказывать свое несогласие с преследованиями в Крыму. В частности, например, Сиран Салиев уже дважды привлекался к административной ответственности, теперь привлечен уже к уголовной. Я не расцениваю данные задержания, как в принципе и предыдущие по данной уголовной статье, как преследование по религиозному признаку. Это политическое давление на инакомыслящих, на крымских татар. Нариман, благодарю вас. Берегите, пожалуйста, себя. Я напомню, что это был заместитель главы Меджилиса Нариман Джилял с прямым включением. Системные репрессии оккупационной власти превратили Крым на остров несвободы. Об этом с трибуны ПАСЭ заявил президент Украины. Говорит, что поведение России за три года не изменилось. Страна-агрессор и дальше нарушает международное право. Петр Порошенко призвал европейских партнеров удвоить усилия для защиты прав людей на оккупированных территориях. Людей намеренно преследуют и захватывают только потому, что они являются гражданами своего государства, украинского государства. Их задерживают, дабы шантажировать Украину, которая никогда не откажется от своих граждан ни на Донбассе, ни в Крыму, ни в российской тюрьме. Систематические репрессии превратили Крым на землю страха. В оккупированном Крыму Россия использует методы советской репрессивной машины. Каждый, кто отвергает самопровозглашение и ухождение в Россию, становится жертвой задержаний, судебных преследований и бесчеловечного обращения. И Петр Порошенко в своем выступлении раскритиковал заявление президента Чехии о Крыме. Тот вчера во время своего выступления в ПАСЭ назвал аннексию завершенным делом и предложил Украине принять компенсацию от Кремля и прекратить борьбу за полуостров. Украинский президент отверг все немыслимые предложения чешского коллеги. Не поддержали инициативу о продаже Крыма и в правительстве Чехии. Не согласны с высказываниями своего президента и граждани страны. Подробнее о реакции Чехии и официального Киева на заявление Милоша Земана расскажет Александр Белов. Сразу после выступления на сессии ПАСЭ президента Чехии Милоша Земана, который предложил продать Крым России, украинские представители выразили свое возмущение и недовольство такому громкому заявлению. Президент Чехии по конституции чешской – это фигура более репрезентативная, он таких реальных важливов нет. Но вот он может так сказать. Его привезли, из Нафтолина вытягли, он сидит и выправдывает Путина и рассказывает нам, что нам нужно за Крым взять деньги. Не согласны с таким предложением Земана даже представители чешской делегации, убеждена нардеп Ирина Герасченко. Украина не будет торговать своими гражданами территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается. Это так печально видеть полную политическую деградацию. И так жалко было чешскую делегацию, которая чувствовала себя неловко и неудобно под этим потоком, беспринципности и отсутствия морали и принципов. Милош Земан в своем послании даже призывал Европу отменить санкции против России. Но это его личное предложение, заявляет премьер-министр Чехии Богуслав Саботко. Он настаивает. Заявление президента перечит официальные позиции государства. Чехия не признает аннексию Крыма и не намерена отменять санкции. Выступление Земана в Совете Европы резко противоречит нашей внешней политике, и президент не имел никакого мандата чешского правительства. Чехия выступает за соблюдение международного права. Санкции ЕС против России связаны с выполнением минских договоренностей. Без выполнения этих соглашений их нельзя отменять. Не согласны с высказываниями президента и граждане Чехии. Об этом заявил посол Украины Евгений Перебинис. По его словам, в украинскую амбассаду поступает многочисленные письма от простых граждан с извинениями после выступления Милоша Земана. Хочу поблагодарить десятки чехов, часто совершенно незнакомых людей, которые сегодня прислали посольству слова поддержки и извинений. Я хорошо знаю, что миллионы чешских друзей солидарны с Украиной в нашей борьбе против российского агрессора и оккупанта. Иначе и быть не может в стране, народ которой дал миру Вацлава Гавила. В МИД Украины возмущены предложением чешского президента узаконить аннексию полуострова. Там заявили, что Киев не намерен торговать Крымом. А предложения Милоша Земана называли неприемлемыми для современной Европы. В то же время в украинском МИДе поблагодарили правительство страны и чешский народ за неизменную поддержку и несогласие с высказываниями своего президента. Александр Пилов, Новости, ЮА Крым. В Чехии обсудили ситуацию с нарушениями прав человека в Крыму на форуме 2000. В публичных дискуссиях в Праге поучаствовали глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифа Ачубара. Адвокаты правозащитника Демси Медляев и брат задержанного на полуострове диверсанта Евгения Панова. Игорь Котелянец. Спикеры рассказали о реальной ситуации в Крыму, о гонениях крымских татар и украинцев. Также представители Украины напомнили о незаконном запрете Меджлиса и невыполнении России решений Международного суда ООН. Каждый, кто вдруг упоминает само название Меджлис крымско-татарского народа, он должен при этом сразу оговориться о организации, запрещенной в Российской Федерации. Такой закон в Российской Федерации. Но это не говорит о том, что наши коллеги, члены Меджлиса, они самоустранились или согласились с таким приговором. Люди открыто приходят на суды, поддерживают, интересуются, пишут там, пускай не профессиональные, но какие-то статьи. Это все снимают на обычные телефоны, которые впоследствии какие-то телеканалы берут эти записи и также публикуют. То есть это из положительного того, что происходит в Крыму, что начали появляться такие гражданские активисты. И даже это государству как кость в горле. На этом я прощаюсь с вами. В студии была Елена Солонина. Смотрите нас по будням и подписывайтесь на ЮАК Рым в Фейсбук. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова